привет всем накануне даты так скажем которую привязали к имени Шатунова мне хочется сказать несколько слов о том что Кузнецов и Юра Шатунов они были заложниками определенной ситуации и об этом нужно помнить и все-таки об этом надо говорить потому что если история с Юрой более или менее понятно мы знаем что произошло мы по полкам разложили как это было для чего почему и что сейчас то с Кузнецовым все к сожалению трагичнее что случилось с Сергеем Кузнецовым говорить прямым текстом не получается потому что для того чтобы такие какие-то громкие делать заявления нужно иметь неупровержимые какие-то доказательства но я полагаю что и мне и вам понятно что с Кузнецовым произошло нечто мутное не очень-то похоже на трагическую случайность у него было очень много творческих планов и по тому как Кузнецов вел себя на похоронах Шатунова можно сделать вывод что он все понял и видел что в общем-то там Юра потому что есть фотографии где мы видим как бы озадаченность Кузнецова вот допустим если тут как бы Кудряшов у нас то смеется там то якобы плачет что за такое ну наигранное мы видим какие-то такие эмоции которые в принципе по жизни он не показывает потому что он обычно безэмоциональный такой человек здесь как бы его прям разрывают эмоции как бы то касаемо Кузнецова здесь на лице реальное удивление такое непонимание вообще что происходит потом конечно до него дошло и поскольку он имел очень-очень много лет вы все знаете привязанность к кокоголю и когда выпить то что он поговорит достаточно много и может сказать лишнее он был опаснейшим свидетелем потому что одно дело как бы друзья так скажем Шатунова в кавычках которые поддерживают скажут да нам же как бы самим выгодно да чтоб Шатунов был мертв потому что сейчас на мертвом мы будем делать бабки а делать их понятно как постоянные вечера памяти концерты постоянное упоминание что я друг Шатунова мы с ним вообще кровь от крови плот от плоти мы с ним почти близнецы братья это все огромный бизнес это огромные деньги то есть друзьям в кавычках выгодно подыгрывать и ходить по шоу по каналам по блогерам и все это рассказывать то как бы Кузнецов он не такой человек он бы не побежал на следующий день вот хоть умер Юра хоть не умер рассказывать как они прекрасно общались хотя Кузнецов все таки знал Юру с детства практически его обмануть было сложно то есть если еще можно обмануть людей которые во взрослом возрасте сошлись с Шатуновым потому что все таки они не всю жизнь с ним были а какой то промежуток времени и не знают его в детстве то это как бы ну грубо говоря как его старший брат который всегда был рядом и он уж наверное может отличить Шатунова от не Шатунова определенная есть информация ну естественно назвать я не могу потому что эти люди себя боятся люди говорили о том что Сергей Кузнецов после того как произошла инсценировка наговорил определенные лишние вещи вещи неудобные и правдивые и был убран мнение этих людей которые Кузнецову приближены я их просто сейчас повторяю и мне кажется что в этом есть определенная правда в этом есть резон потому что кто если не Кузнецов мог знать правду про Шатунова узнать увидеть все понять и посмотрите что происходит про завещание я думаю вы смотрели наш ролик но посмотрите если нет найдите на канале он есть здесь у нас тема завещание потом у нас идет тема того что Кузнецов строил планы он нормально себя чувствовал до этого давал концерт и теперь вокруг него что эти вот эти вот друзья остались которые как бы были друзьями выпускают там какие-то книги что-то там ходят тоже по интервью они нам писали и говорили что умер Шатунов вы давайте не как бы будоражьте людей и такая вот понимаете уверенность такой опломб но откуда вообще в принципе вообще теоретически можно быть уверенным что человек умно только если ты там не находился и не видел как он умер как можно быть уверен да по сути про любого известного человека которого мы не знаем мы можем сказать что он не умер потому что мы не знаем на сто процентов сейчас времена иллюзий и обмана можно обмануть хоть как в любом там видео формате в аудио хоть как можно обмануть здесь получается что мы говорим о таких категориях так скажем уже выше чем обычная логика мы говорим о том что мы должны понимать что мы вообще очень многого не знаем мы про близкого человека много чем можем не знать а здесь пара людей такой как бы отдаленности от нас с уверенностью со пломбом говорить он умер замолчите откуда у вас эта уверенность когда все практически уже говорит о том что наоборот что не умирал но как бы история с кузнецовым она я так понимаю очень мутно ее нужно облегчать обличать пошагово раскрывать что как было ну я так понимаю что то что происходит с кузнецовым это тоже бизнес тоже умерший композитор это довольно дорого это довольно прибыльно и выгодно и к сожалению этот процесс не остановить то есть не пойман не вор все сделано тихо и чинно и благородно и я вам хочу вот еще такой момент как бы выделить из своей речи шатунов как бы умирает и после этого как бы умирает кузнецов то есть он умер кузнецов не до немногим там десятилетиями позже это произошло как бы после и как бы не сразу то есть не от какого то вот если как бы говорит что допустим кузнецов не смог пережить эту трагедию то это произошло бы сразу ну как некоторые могут подумать а тут прошло несколько месяцев и вдруг он умирает в этом же году явно что-то сказав или что-то сделал что-то ненужное в этой истории и неугодное а более того кузнецов хотел я вам тоже это говорю от человека который непосредственно связан кузнецов кузнецов хотел выйти и рассказать что-то он сказал что будет интервью и я там расскажу я там пройдусь и как бы обличу все после этого мы узнаем что кузнецов скончался